ТЛ7120 Нет пресс-аккаунта, чтобы можно было его выкатить в какую-нибудь тренировочную комнату Или вообще выкатить его, допустим, из ангара сразу в бой Поэтому заценивать машину будем по ее техническим характеристикам И попытаемся понять, стоит ли прокручивать судьбу и открывать контейнеры Для того, чтобы ее заполучить Стоит ли, в принципе, овчинка этой выделки Так вот, ребят, если вы посмотрите на то, каким образом выложили предложение Предложение выложили максимально нестандартно То есть, если раньше нам предлагали каким-нибудь вот таким вот образом лицезреть контейнеры То есть, имеете возможность открыть себе контейнера 3, 5 контейнеров, 2 контейнера Короче говоря, все это было разбросано Теперь показали это все вот в таком вот внешнем виде Одна сплошная ячейка слот Ну и, соответственно, ребят, не сильно торопитесь нажимать вот куда-то сюда Сначала разберитесь, что конкретно из этого вы покупаете Потому что ценники здесь разные И все там вроде бы расписано Но чтобы рука, не дай бог, не дрогнула За 12 контов у вас просят 16 тысяч золотых монет И в целом можно сказать, что это в разрезе контейнером за новую машину Это недорого абсолютно Если смотреть на один контейнер, то он стоит 2 косаря Либо вы можете взять себе за 5 долларов 2 контейнера Соответственно, 4 тысячи за 3 контейнера и 8 тысяч за 5 контов Короче говоря, математика получается довольно сложная, довольно интересная Если вы, допустим, берете себе 16, простите, не 16, 12 контейнеров вы себе возьмете по цене за 16 тысяч золота То у вас получается ценник на один контейнер 1333 Ну, если так вот прям до копеек считать Но в то же время, если вы, допустим, берете себе за 8 тысяч конты И в частности их будет у вас 5, то здесь у вас ценник уже составляет 1600 То есть понятное дело, что 12 контейнеров за 16 тысяч, ну, существенно, ребят, существенно выгоднее При этом, если вы берете себе за 4 тысячи наборчик из 3 контейнеров То в таком случае вам один конт обходится опять в 1333 Поэтому здесь, как бы, ну, математика такая довольно странная получается То есть одинаково выгодно покупать 12 и одинаково выгодно покупать 3 Но здесь у вас есть возможность купить только один раз 3 контейнера Ну, а по 12 штук вы можете брать себе сколько угодно, как я понимаю Что касается за один контейнер платить 2000, я не вижу в этом никакого смысла Потому что, скорее всего, вы сольете свою голду Это связано с тем, что процент выпадения машины 4% из 100 Поэтому, можно сказать так, всего лишь 4 игрока из 100 суммарно купивших Из, простите, из 100 суммарно купивших По одному контейнеру получат машину Все остальные 96 игроков машину не получат Ну, вот такая вот получается у нас математика Что касается всего остального, я даже не буду останавливаться Есть бустеры, всякая шелуха, есть камо Но, ребят, понятное дело, что основной смысл это TL-7120 И что он собой представляет, мы сейчас попытаемся разобраться Я попытался посмотреть в интернете, что это за штука такая И первое, что могу констатировать Информации, допустим, по броне вы сейчас не найдете То есть на основных нормальных ресурсах вы не увидите броню данного танка Ее просто еще никуда не добавили Что касается того, что он смог найти в принципе про TL-7120 Кроме официальной информации от Wargaming по Блицу Так это информация официальная по большим танкам И в больших танках это вообще ПТ-шка Которая имеет барабан с сумасшедшим количеством снарядов в магазине В количестве 4 штук Классным временем перезарядки между снарядами Но это в больших танках В нашей же игре это тяжелый танк И в тяжелых танках он представлен вот так вот По заявленному ДПМу, который просто всех за пояс заталкивает У него 2544 ДПМа заявленного При этом, ребят, с ним может конкурировать Ну нормально конкурировать ноздря в ноздрю Только объект 752 Но объекта 752-го необходимо отсюда выбросить из сравнительной таблицы Потому что у него нет цикличной пушки У него барабан Ну и соответственно сравнивать не барабан с барабаном Это не совсем правильно Потому что сравнивать время перезарядки Там выстрелы в минуту Но это несравнимые вещи Поэтому я бы его отсюда все-таки убрал И в целом это несущественно влияет Потому что все равно дальше ТЛ-7120 все так же, как и раньше Остается по заявленным характеристикам Практический имбой В отношении орудия У него великолепное время перезарядки Заявленное в 9,5 секунд Рядом с ним только AE Phase 1 Но, ребят, эту машину хрен достанешь Ну объективно И это, говорит, показательно Цифрка в 48 играющих на данной машине За последнее время С сумасшедшим процентом по победам Поэтому фейса я отсюда тоже бы убрал Ему здесь делать нечего И вот здесь у нас, ребят, остается всего лишь Три конкурента из премиумных Коллекционных машин на уровне Покажу вам все, что есть из девяток Есть WZ-шка Есть 50TPM коллекционка Есть у нас Companzer 70 Который является премиумной машиной Есть K91 Но он барабан Опять-таки брать его к сравнению Не совсем правильно Фейса мы уже убрали Объекта убрали, потому что тоже барабан Даже если поставить сюда K91 То, да, безусловно, он превосходит Но все-таки это барабан И здесь невозможно сравнивать По времени перезарядки Ровно как и с объектиком Которого мы убрали Поэтому 91-й, прости нас, пожалуйста Но мы его отсюда выбросим И что касается тех, кто остался Обратите внимание, что машина превосходит По многим характеристикам Да, он проседает по Альфе Особенно проседает по Альфе По сравнению с Companzer 70 Но, ребят, время перезарядки 9,5 против 15 Ну, то есть здесь не о чем разговаривать Те ребята, которые плюс-минус рядом Находятся по Альфе Допустим, тот же самый 50TP Максимально приближен к нашему сегодняшнему герою Он имеет время перезарядки В практически 11,5 секунд Против 9,5 Это тоже очень существенно На девятом уровне Особенно, если ты играешь против десяток Пробитие Да, по пробитию Тут немножечко типа скучно 249 и не намного больше, чем у двух конкурентов И чуть-чуть меньше, чем у ВЗ-114 Но, опять-таки, данное пробитие вы можете улучшить себе Поставив соответствующее оборудование И в целом выйти на возможности пробивать десятки Насколько бодро, это покажет только практика Но на что стоит обратить внимание Так это на бодрость подвижности данной машины Она уступает двум конкурентам То есть тот же самый Компанзер 70 Превосходит и превосходит существенно На 11% по скорости данной машины Ну и ему уступает ВЗ-114 Но это отдельный разговор про данную машину И в целом на сегодняшний день ВЗ-114 не пользуется популярностью На девятом уровне среди игроков Я имею ввиду к приобретению Может и пользуется в отношении игры Но не пользуется в отношении того, чтобы потратить на нее Свои кровные Так вот, ребят Опять-таки, по проценту доходности информации я не нашел Почему-то не высветляется нигде данная инфа Возможно, кто-то из тех, у кого есть пресс-аккаунт Или кто получает информацию непосредственно от Wargaming Тот в своих обзорах об этом обязательно учтет Информацию эту и обязательно ее озвучит Но так или иначе, процент по победам на данный момент Составляет 66%, но не является при этом показательным Вестись на эту цифру ни в коем случае нельзя Потому что всего лишь 115 игроков И это явно те ребята У которых капец какие ровные руки Просто боги нашей игры Которым дали данную машину на тест Поэтому, как бы Основываться на вот этом Я бы остро не рекомендовал Плюс к тому, ребят Учтите, что это новая машина в игре И игроки на данный момент еще и не знают Как справляться с ней Но пройдет пара недели Я больше чем уверен, что все плюс-минус Перестанут там удивляться ТЛ7-120 в наших с вами боях Ну и соответственно будут понимать Что с этим красавцем делают Технические характеристики по таблице Которая у нас есть на портале Мы обсудили Но давайте все-таки посмотрим Дополнительно характеристики данной машины в игре Потому что очень часто бывает такое Что информация разнится Внешне Внешне машина Действительно похожа не на тяж Но и явно не на ПТшку Я бы внешне отнес это К такому себе Большому среднему танку Ну вот серьезно Если бы как-то чуть Как-то подлиннее было бы Может было бы повеселее С другой стороны Мне почему-то кажется Что с учетом угла Вот этого вот Броня здесь должна быть добротная Может быть здесь будет Картонный нижний бронелист Но опять-таки Здесь такой угол Что в целом Я сомневаюсь Что прям со всем картоном будет Башня Капец какая зализанная Скорее всего Ахиллесовой пятой Это мое предположение У меня нет информации Как я уже сказал Будет комбашня Ну просто если исходить из того Что хороший верхний бронелист С хорошей привиденкой Гладенький такой Без уступов каких-то И нижний бронелист С хорошим тоже углом склонением То где-то Ахиллесова пята Все-таки в танке должна быть Но не может быть такое Что это будет просто вот так вот Прямо стоя Неприступная стена Поэтому я осмелюсь предположить Что Ахиллесовой пятой Будет верхняя комбашня И скорее всего Вот эта вот часть Скорее всего Когда вы будете пытаться Отыгрывать ромбом То здесь будет Нормальная привиденка В бортах Но вот это вот Явно должно будет Светиться серым Но это мое предположение Насколько оно оправдается Посмотрим Что этот танк Будет представлять собой На практике Непосредственно в боях Что касается кормы Есть такое предположение Что корма тоже Должна бода разбираться Что касается башни В этом я сомневаюсь Потому что башня Здесь идет монолитом Ну и соответственно Скорее всего Комбашня Будет продолжать Оставаться Ахиллесовой пятой Ну и соответственно Вся корма Скорее всего Будет пробиваться Ну борта тоже явно Будут полукартонные Потому что нельзя Сделать машину Которая будет Прям вообще Никем не пробиваемая Теперь что касается Характеристик Меня всегда интересуют Характеристики По орудию В первую очередь А все остальное Я всегда зацениваю В боях Но к сожалению По конкретно Тельке У меня нет Такой технической возможности Бронепробитие 249 Как я и говорил Вполне достаточное Для 9 уровня Даже против Некоторых десяток Если не хватает Я так понимаю Нам помогут Кумулятивные Которые падают На целых 60 Альфы И на 9 уровне Это существенно Но в конце концов Это дает возможность Плюс-минус Гарантированно Пробивать Своих соперников И наносить им Хоть какой-то урон Время сведения Просто огромное 4.7 А вот разброс Вполне себе Божеский 0.35 Время сведения При его времени Перезарядки В 10.7 Ну пускай В 10.5 секунд Хотя наверное Все таки Округлять стоило бы В сторону большего Все таки К 11 секундам Так вот На 11 секунд Время сведения В 4.7 Ну наверное Нормальное Но опять таки Все зависит от того Насколько сильно Этот разброс увеличивается И насколько Долго при этом Приходится заново Сводиться После того Как ты находился В движении Все таки Это не ПТшка Соответственно Время перезарядки Оно должно быть Максимально сбалансировано С временем сведения Таким образом Получается Что скорее всего Придется вам Ставить оборудование На сведение Для того чтобы Его уменьшать Время сведения Безбожное А сам разброс Скорее всего Трогать вам Не придется Мне кажется Что он будет Вполне играбельным Угол склонения Вниз Минус 7 С учетом Формы башни С учетом Угла Верхнего бронелиста Если он действительно Будет забронирован Ну мне кажется Что должно Будет хватать Для того чтобы Отыгрывать на данном Аппарате От башни От каких-то неровностей Ну я бы сказал Что это действительно Машина с задатками ИМБы И мне очень хотелось Бы услышать мнение Не тех ютуберов Которые на пресс-аккаунте Выкатят данную машину Из ангара И имея 70% побед Покажут всю красоту Данной машины И всю ее играбельность А услышать мнение Тех игроков Которые имея Статистику в 50% Выскажут свое Собственное честное мнение По поводу Насколько у них Получилось Реализовать Все задатки Данной машины Что касается Ребят По броне То здесь Смотрите Башня имеет 230 мм Но я так понимаю Что скорее всего Башня Может иметь 230 мм Вот здесь Вот во лбу А что касается Щек То здесь Ребят Скорее всего На уменьшение Явно пойдет И да Подтверждением Тому Будет цифра В 70 мм По бортам Башни Вот здесь Вот 70 мм И скорее всего Эти 70 мм Начинаются Вот с вот этой Вот части И уходят Дальше в конец Корма 45 Как вы видите Монолитом не оказалось Сзади Сзади Соответственно Пробивать Ребят Мы его точно Сможем Что касается Корпуса 180 Ребят Миллиметров Но учтите Что 180 Миллиметров Корпус Во лбу Это Верхний Бронелист Максимальная Толщина Бронелиста В прямой Его проекции То есть Под прямым углом Входя С учетом Угла Склонения Я уверен Что здесь Будет уходить За 280 Ну просто таки На ура Что касается Нижнего Бронелиста Я сомневаюсь Что здесь Действительно Будет какая-то Имбища Но плюс-минус Приведенка Какая-то Должна будет Срабатывать Ну а что касается Кормы Я сразу Высказывал Предположение Что здесь Явно будет Картон Вот такая Вот у него Заявленная Броня И мне почему-то Кажется Что отыгрываться Он будет Вполне себе Даже бодро Жалко Что нам Не разбирают Все таки Как-то по запчастям Данную машину И более подробно Приходится смотреть На каких-то Дополнительных Порталах Что касается Прочности В 200 единиц То давайте Вернемся К сравнительной Таблице Машин И посмотрим Что у нас Там заявлено По общей Прочности Итак Где у нас Там ХП 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 Поехали Пробитие Альфа Трак Огневая Мощь Параметры Орудия Подвижность Разная Доходность Обзор Броня Трак Вот ХП 2000 ХП 2000 У Двух товарищей С которым Мы сравнивали Ну 250 Да Но все-таки 50 эти Ни вашим Ни нашим И 2200 У Вз 114 Мне же Интересно Другое Мне интересно Добавить Сейчас Всех Ребят К сравнению Убрать Отсюда Вз 114 Убрать Отсюда Убрать Вот это Ай Не того Блин Кликнул Ладно Хорошо Оставим Тех Кто есть Посмотрим Хотя бы По ним Я понимаю Что сейчас Очень сильно Лоханулся Давайте Сделаем Наверное Даже Вот Таким Вот Образом Просто Еще раз Заново Всех Выберем Итак Тяжелые Танки Наш Новенький Открываем Тупо Тупо Всех Добавили И Смотрим Что у нас По хп А у нас По хп 2000 И это Ребят Я бы Сказал Худший Показатель На уровне Но Многие Танки Имеют Хп Всего Лишь На 50 Больше То есть По большому Счету Жирно Так вот Выпрыгивающие Вперед Это СТ-1 Проходной Это У нас Объект 452к Но мы его еще не скоро увидим С вами Это у нас Тайп 68 Маушенен Ну короче говоря Вот такие знаете Огромные машины Которые Действительно Должны иметь Большой запас Прочности У этого же товарища 2000 Я бы не сказал Что это круто И скорее всего Он как раз Будет пытаться Бороться За Своё Выживание В бою Вот как раз Скорее всего Приятной броней В отношении Реализации Конкретно Углов склонения Вот такое вот Моё скромное мнение По этому новичку Поглядим Увидим Что эта машина Собой будет представлять В рандоме Я уверен Что в ближайшее время Мы начнем с ней сталкиваться И больше чем уверен Что появится Огромное количество Желающих Приобрести себе Данные контейнеры И попытать счастье Я лично счастье Пытать не планирую Я все таки За то Чтобы покупать машины Которые просто Вот так вот Спокойно появляются В ангаре Ну и соответственно Я точно знаю Что я покупаю Но это моё скромное Субъективное мнение Вы пишите своё По поводу данной новинки Ну и соответственно Будете ли вы Рисковать И тратить Свою Кровную голду Ну и лишь тем более Реальные деньги На попытки Выбить Данного Нового тяжика А на данный момент У меня всё Всех благ Всего хорошего Мира, друзья мои И обязательно Спокойствия Пока-пока Редактор субтитров А.Семкин